В этот день, 1 апреля 1808 года, императором Александром I, объявлено присоединение финляндского Великого Княжества к России. 1 апреля 1991 года в Будапеште был подписан протокол о прекращении действия военных соглашений ОВД. Восточный военный блок прекратил свое существование. В этот день, 1 апреля, родились писатель и драматург Николай Гоголь, классик русской литературы. Сергей Рахманинов – великий пианист и композитор. Александр Яковлев – советский авиаконструктор. В годы Второй мировой войны именно его самолеты ЯК считались одними из лучших истребителей. Иларион Принишников – русский художник-передвижник. В истории мировой живописи Иларион Михайлович Принишников вошел как художник так называемого «малого жанра». Он не писал батальных полотен, но каждая его картина становилась реальной сценой жизни простого русского народа. Принишников говорил, для нас, русских жанристов, Москва клад. Тут и Гоголь, и Островский, и Тургенев, и Толстой – все собрано воедино, смотри и наблюдая за нашей чисто русской жизнью. Иларион Принишников родился в семье небогатого провинциального купца. Небольшая лавка была всем семейным имуществом. Отец Лариона обожал, баловал и в мечтах видел его не просто своим преемником и продолжателем семейного дела, а прославителем рода Принишниковых. «Глядите, скажут люди, вот идет почтеннейший Иларион Принишников и будут кланяться ему в пояс». И мечта купца сбылась, но совсем не та, как он себе это представлял. Принишников рассказывал, что перед тем, как переменилась его жизнь, видел он сон, такой ясный, как наяву. Приснилась ему девочка незнакомая, которая держала в руках тонкую кисточку. Она ввела кисточкой, как указка, всю улицу и сказала, «Вот же красота какая, кругом, ты ее останови поскорее, скоро жизнь твоя другой будет». Я отдала ему в руки кисточку. И буквально на следующий день к ним в село приехал крестный Илариона, зажиточный купец. Захотел помочь крестнику выучиться торговому ремеслу в Москве. Только Иларион бросился ему в ноги и сказал, что хочет быть художником. Так мальчик оказался в училище живописи и ваяне. Уже в это время у Принишникова появился настоящий друг, художник Василий Перов. Вместе они снимали дешевое жилье, зимой ходили в одной шубе по очереди, помогали друг другу в работе. Полотна Принишникова неизменно получали самые высокие оценки. За картины «Маленькая нянька» и чтение письма в овощной лавке он получил малую серебряную медаль. Под конец своей учебы написал он картину. Толстые купцы потешаются над бедным чиновником, заставляют его плясать, а за спиной показывают языки. Бедняга не видит этого и совершенно искренне отплясывает под смех купцов. За шутников Илариону дали большую серебряную медаль. Помстили картину на выставку, куда случайно попал и отец Илариона. И теперь стоял он перед картиной сына и вместе со всеми жалел бедного чиновника. Вот идет сам художник Иларион Принишников. Вдруг пронеслось по залу, и посетители поклонились художнику. Все получилось, как и мечтал купец. Обнял он сына и благословил его. В конце 1869 года Иларион Принишников принял самое активное участие в создании товарищества передвижных художественных выставок, став одним из главных учредителей. Конечно, вместе с другом юности Перовым. Он выставлялся почти на всех передвижных выставках, а со второй передвижной выставки стал бессменным членом правления товарищества. И написал он еще много первоклассных полотен, крестный ход, французы в 1812 году. И всегда на его картинах все выходило как в жизнь, правдиво и честно. И мальчик-коробейник, и слепые калитие-перехожие, жалобно поющие молитвы, и бедная швея, уснувшая с работы, и ее худенькая дочка. Принишников так и не смог расстаться с родным московским училищем в живописи, вояния и зодчества. Он стал преподавать в нем и воспитал много хороших художников. Ученики души не чаяли в своем талантливом и мудром учителе, за глаза любовно называли пряником. Умер замечательный русский художник 12 марта 1894 года в своем доме в Москве, в окружении близких ему людей, жены и приемной дочери. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова